Можешь выставить по этому вопросу? Может быть, может быть, может быть, может быть. Так пойдем, нормально? Отлично, все, Геннадий. Представлять не нужно. Прежде чем начать выступление, я хочу передать наилучшее пожелание моим всем, кто работает в этой области, от системного биолога, нашего бывшего соотечественника, доктора Левасальникова, из Бостера. Он занимается системной биологией, когда я ему рассказал, что я не буду сегодня здесь говорить. Долго говорить не буду. Он просил, вместе, вот, вот, наилучшего пожелания, очень коротко спормирует его мысль, касательно тех вопросов, о которых сегодня идет речь. Это, всего лишь три пункта. Первый вопрос, который он задавал, сам приотвечает на него, и я ему буду что-то проверить, это, что стареет, собственно говоря. Стареет организм, как вычислял таким целым. Что такое организм? Организм, это продукт, онтогенез. Что такое онтогенез? Это наш весь путь, начало и до конца. И отсюда, делается правильный, банальный вывод. Поняв, как мы начинаем, это, будет понятно, как рукой. Кажется, уж просто, все красивое с природой, все на самом деле просто, когда начинаешь понимать, все сложности только до этого. Вот, я все сказал, что меня просили передать. Теперь, я не буду сейчас говорить о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Я не буду говорить о том, что Волга, когда впадает в Каспийское море. То есть, о банальных очевидностях. Хотя, то, что я сейчас скажу, на самом деле, очень просто. и для меня лично, это такая же банальность, как Волга, впадающая в Каспийское море. Первый вопрос, который вот здесь вот стоит, я про себя записал, не думал, что здесь что-то будет. Это был Медальев Иванович по слайдам, а я немножко по бумажечке, простите. Первый вопрос был, да, программа это Игорь Стахастов. Однозначно программа. На мой взгляд. Да, здесь каждый излагает свою жизнь. Вот. Только нужно правильно понимать, на мой взгляд, что такое, это программа. Вот, буквально, вчера, с Николаевичом Мускамбаром, он был как раз об этом беседу, и пришли к общему согласию. Поскольку я замечательно знаком с тем, что писал Витальев Иванович, я вырос на том, что писал Витальев Иванович. Вот. Я абсолютно... Я абсолютно человеком могу согласиться с тем, что никакой изолированной программы специальной программы, которая наставила убивает, нет. Но значит ли это, что это не программа? Это не значит, что это не программа. Это не значит, что это стахастик, это не стахастик, это программа, потому что существует АДНА, единственная программа, это называется программой роста и развития, собственно говоря, он то и ДНС. Программа, процесс, да? Начинаем и уходим. И поэтому, и здесь я снова согласен, Светлана Ивановичевна, любой разговор о том, что программе можно противопоставить механизм, это он продуктивный, ничего не будет. Никогда. Программу можно обойти только программой. Все остальное, что делается, ну, ну, что делается, это значит, ну, как словно, всегда, да, жить медленнее, да, допустим, пропологи, да, или избавляться от накапившегося сигнализиса, да, ну, много всего другого. Все это нам поможет снизить время. И мы все прекрасно понимаем, что АДНС, это есть как-то замечательная песня, на которой Рашун когда-то пел ванвейки. Линейный процесс, от начала и в качестве. И чтобы это как-то изменить, а я когда об этом говорил, я всегда ставлю вопрос о том, что именно это изменить, то есть не облегчить бремя возрастом зависимых заболеваний, чтобы мы там бодро дошли до погостного, ладно? А что-то сделать с одним столетиями, чтобы это изменить, то есть эту однонаправленность. Мы имеем только один мой, на мой взгляд, это постоянный, ничем не ограниченный, полноценный, полноценный, я хочу говорить, реонтогенез. Ре-он-то-генез. Я не говорю о реонтогенезе, как о чем-то таком, что отменяет онтогенезу, да? Ни коим образом. Я говорю о постоянном, количественном и качественном восстановлении функциональных единиц, функциональных связей и функций. Это возможно сделать только, еще раз прощаю, мой взгляд, одним способом. Сделать так, чтобы старение на клеточном уровне, а понятно, что целый, стареет, почистят. То есть, не будет старение на клеточном уровне, не было бы и прочее. Так вот, нужно, чтобы старение перестало быть конечным этапом судьбы клеток, ткани и органов. Мы не можем, сами понимаете, состоять постоянно, если не стареющиеся для них, да? В таком случае мы были за одной большой коротой, или поцеловали, и так далее. Но сделать так. Но тетра может. Что? Но тетра может. Да. Вот сейчас я об этом тоже скажу. И вы можете вернуть. Вот. Мы не можем состоять. Вот. Но сделать так, чтобы это не было конечным этапом, то есть не отменить старение на клеточном уровне, а сделать так, чтобы это не было конечным этапом в жизни клеток. Это мы сделать можем, и можно сделать это только одним способом. Зациклить однонаправленный процесс антогенеза, эту прямую, от дома до повозка. Так, сейчас надо проглечь. Зациклить этот процесс. Я, собственно говоря, об этом много писал. Вот сейчас, 14-го числа, буквально, наставлен Новый год, журнал, Future Science, уступать, как его сделать, вот, не подарок, потому что. Была напечатана статья, и я его вспомнил, премьер, выложил на 6. Ну, в 8 доступные места, собственно, она и в подмеде будет, в гугле она уже есть. Как это сделать, как этот процесс зациклить, для того, чтобы клетка жила, дифференцировалась, старела, да потом не уходила в терминальную дифференцировку и в смерть, а через репрограммирование обновлялась, сбрасывала генетический и метаболический груз, и словом, но уже без скатывания в опухолевый рост, возвращалась в дифференцированное состояние и крутилась по этому кругу, там и тогда, когда это надо. Вот, собственно говоря, я славно перехожу, что нужно сделать, на мой взгляд, да? Правильно? Вот этим и надо, на мой взгляд, в ближайшее время заниматься, собственно говоря, этим я сейчас и занимаюсь. Так вот, на самом деле, если мы говорим о том, что целое стареет, потому что состареет составные части, то мы имеем только два литопеда, которые могут сбрасывать генетические грузы и метаболические грузы, и обновляться. Первый вид в клетках. Это клетки на ранних этапах антогена АЗАТ, это депозантные эмбрион, депозантные клетки раннего эмбриона, которые не просто обнуляют возраст, потому что мы знаем, что и децеплетки, и децепрогазольки являются дефиницированными клетками. При их слиянии, как бы происходит нерукотворное репрограммирование, возраст обнуляется, и метаболический груз обнуляется так же, вплоть до того, что удаляются даже обычные продукты ликирования. Это первый вид клеток, который может это сделать. Второй вид клеток, это стареющие клетки в предопухолевых тканях, которые репрограммируются, репрограммируясь, дают начало опухолей, и, как мы не знаем, опухоль поедает все, в том числе и конечные продукты ликирования. Более того, классика опухолевого роста, когда вне фокуса опухолевой трансформации, в окружающей нормальной интактной ткани, не просто промышленные продукты ликирования исчезают из опухолевых клеток, они исчезают еще из окружающей интактной ткани. То есть два вида клеток, которые способны фактически реализовать программу перманентного левого топер-леза. Это либо невариантальные клетки, либо опухолевые клетки. Стволовые клетки, опять-таки, если мы говорим о стволовых клетках, то надо уточниться о каких стволовых клетках мы говорим. Сейчас, сплошь и рядом, стволовыми клетками называют все потенцией. Даже мезинхемальные, астромальные клетки называются раплодариум, стволовыми клетками. Если мы говорим о истинных стволовых клетках, то есть полюрифатентных клетках, потенции, которые мы шире, и где открыты все метаболические варианты, где открыты все морфогенетические пути, то, да, если мы говорим о таких стволовых клетках, о, я ничего не имею. Как это сделать? Как использовать потенциал этих клеток? Для того, чтобы мы получили перманентный левого топер-леза без скапывания в рак, чтобы мы получили то, о чем я говорил в начале, сообразуясь тем, что говорил Виталий Иванович, о поставлении программы, программы, вот, собственно говоря, что мы должны сделать. И, да, почему, собственно говоря, я еще раз немножечко вернусь вперед, почему, собственно говоря, старение, на мой взгляд, это своеобразная плата за нашу высокую специализацию. Вы упомянули гидрум, пресноводные, да, ну, там есть и другие оцеломические животные, но представители многоклеточных, которые тоже эти механизмы владеют. Они тоже многоклеточные. У них тоже есть определенная специализация. Но эта специализация, насколько она такая, не жестко детерминированная, что они, грубо говоря, могут гулять в бласты, в бластное состояние, обратно, и это не ведет к их дезинтеграции. Собственно говоря, при углублении специализации, когда клетка все свои потенции делегирует в целом, оставляя себе минимум, именно делегирует, потому что она не упорачивает, иначе не было бы никаких складовых клеток, не было бы ни репрограммирования, но была бы на уровне гигида. И так вот, когда в высокоспециализированной структуре теряют эту свою потентность напендащей, собственно говоря, в конечном итоге, здесь нужно много говорить, мы кладем своей смертностью именно за кем. И вся задача заключается. Как раз слышите этот вопрос. Я все заканчиваю. Я говорю больше, больше, чем Виталий Иванович, мне уже неудобно. Вот. Значит, кладь геронтологии, продолжительности жизни. Извините, по факту, не находит. То есть, все, что сделано до сих пор, это отменицы. А извините, зачем? А? Извините, зачем? Ну, потому что, все геронтологи, да, я... Ну, то есть, это звучит так. Господа, вы ничего не сделали. Ну, это как? Поэтому я не извиняюсь. Да. Вот. Следующее. Значит, что, что делать в первую очередь? Что, на мой взгляд, надо сделать в первую очередь? Я что, пытаюсь сделать? Я уже сказал. Не буду здесь больше останавливаться. Когда прорыв? Ну, я не футуролог. Если я скажу, что, допустим, если у меня все получится, прорыв будет скоро, это будет звучать очень так-то некрасиво. Поэтому, ну, прорыв не прорыв, но я думаю, в ближайшие пять лет должно быть. А там, ну, плохой оттуда. Вот. Основные геропротекторы, основные геропротекторы, это просто хорошо жить. Знаете, сегодня у меня анекдот рассказали, ставили, напомнили. Значит, у армянского радио спрашивают, я немножко, адаптирую текст, что такое, если вы видите, это тигня. А у нас, когда они отвечают, ну, природа, знаете, это горы, леса, море, девочки, да, знаем, вот все остальное, тигня. Так вот, вот, значит, геропротектор, это нормальный, нормальная возможность, нормальная, материальная возможность пользоваться благами жизни. Вот. Это условный геропротектор, который, старенький, нормально жить, нормально питаться, нормально заниматься творчеством, то, что здесь, безопривенчика. Вот это и самый лучший геропротектор. А что касается всяких таблеток, здесь это действует, там это действует, там это действует, в итоге не действует, ничего. Я не вижу геропротектор. Все, спасибо большое.